Девять месяцев на линии огня. Силопа Садпокровская под Херсоном оказалась в эпицентре боевых действий с началом полномасштабной войны. После отступления российской армии осенью прошлого года обстрелы здесь прекратились. Жители стали возвращаться домой, разбирать завалы. Руины – это всё, что осталось от их жилья. Было жутко, печально, слёзы. Было жутко, слёзы, была апатия такая, ничего не хотелось делать. Руки просто опускались. Всё было разрушено, заросшее. Все проходили по двору, проверяли всё полностью. Потом разрешили заходить во двор. Таким семья Евгения увидела свой дом спустя год, вернувшись из эвакуации. Выехать из родного села им пришлось в марте прошлого года из-за постоянных обстрелов российскими войсками. Мы сидели в подвале и оббегал, чтобы налить молока. Со дня на день Евгений вместе с семьёй окончательно вернётся домой. Жильё уже восстановили. Отстроили разрушенную часть дома. В комнатах сделали полноценный ремонт. Тут ничего не было. Потолок упал, окон не было, собаки жили, свиньи, коты, куры. Приехали, а тут даже скелеты животных валялись. Ну, поехали, было холодно, конечно. Вернулись, было холодно. Нам сельсовет выделил буржуйку. Мы её установили в одной комнате, завесили дверь одеялами от сквозняка. Окна забили, чем было, и так кочевали с женой, пока делали ремонт. Волонтёры приехали, обратили нас внимание. Нашли спонсора, и тот выделил деньги на стройматериалы. Они привезли материалы полностью, сделали работу. Зимовать Евгений планирует уже в родных стенах. Его соседу повезло меньше. Дом восстановлению не подлежит. Прямым попаданием его уничтожил российский снаряд. Здесь была прихожая, там была кухня. Всё обвалилось, буквально всё. Из мебели остался один стул и один стол. Всё, больше ничего. Если бы кто-то в доме был, то точно не выжил бы. Вот брата комната, телевизор, шкафы. Что стояло, ничего не осталось. Сейчас Пётр живёт в модульном домике. В Посадпокровское вернулся сразу же после того, как российские войска отошли. Из почти тысячи домов в селе не уцелел ни один. Большую часть из них придётся отстраивать заново. Орки есть орки. Безголовые. Наши парни, откуда они их ввивали, старались по сёлам не бить. Сёла целые стояли, а эти били, где люди. Туда они и били. Лишь бы разрушить и всё. Посадпокровское стало одним из шести населённых пунктов, которые восстановят в рамках экспериментального проекта. Каждый повреждённый объект здесь полностью перепланируют. Инфраструктуру и жильё модернизируют. Концепцию разработали киевские архитекторы. Их проект предлагают вернуть СЕУ аутентичный образ, введя дизайн-код. Восстанавливать дворы будут комплексно. Не только дома, но и хозпостройки. Предоставляют проекты, какие будут дома. Три вида выбираешь, какой тебе нужен. К постройке первых пяти под ключ уже приступили. Но под программу восстановления в первую очередь подпадают те жители, у которых, как следует, оформлены документы права собственности. Тамара Александровна не в их числе. Стену выбило, но и труба с котлом отлетела. Вот стену выбило, и труба с котлом отлетела. Вот это всё повытаскивало. Кровать и кресло, всё сгнило. Чисто всё так раньше было. Сейчас ни ковров, ничего. Вот оно летело через окно, вот туда влетело. Вот одна кровать осталась, всё остальное сгнило. Оно же текло всё. Когда ливень был, вода из дома текла прямо во двор. В свои 75 лет женщина осталась ни с чем. Больше года прожила в детском саде в Николаеве, куда её вывезли украинские военные. Вернувшись, уезжать из родного дома больше не хочет. Говорит, здесь выросла сама и воспитала детей. Мечтает восстановить хотя бы одну комнату. Тут всё было заставлено, чистенько, занавески кругом. Тут всё было заставлено, чистенько, занавески кругом, полы застелены. У меня никогда в доме не было грязно. Возле дома только 80 кустов роз одних. Кругом цветы были. Мне хотя бы потолки подбить чем-то. В этом Тамаре Александровне помогают иностранные волонтёры. Сейчас восстанавливают разрушенную крышу. Это наши друзья из Парагвая. Есть ещё у нас ребята из Гондураса, Центральной Америки. Этот проект называется «Вернуть надежду украинцам». В прошлом году мы начали на севере Киева, а в этом с июля начали в посад Покровском. Ремонтируем дороги. Это наш основной проект. А для нескольких человек, которые не имеют возможности восстановить жильё сами, мы ремонтируем стены, помогаем им с пристройкой и готовим их дома к зиме. В Херсоне мы занимаемся раздачей животных, бройлеров, в Лимане, в Харькове, в разных районах Украины, пострадавших от войны. И мы планируем оставаться здесь до зимы, а там посмотрим, как долго. В посад Покровское уже вернулось примерно 800 жителей. Это треть населения, которое тут проживало до полномасштабного вторжения России. Коммуникации постепенно восстанавливают. На данный момент в населённый пункт уже вернули электроэнергию. Разминирование территории продолжается до сих пор.